здорово народ идет дождь и у тебя плохо труд щетки а щетка стоит 20 долларов хорошая и чего делать сейчас я тебя научу как за 2 доллара за доллар сделать себе хорошую щетку чтобы она хорошо вытирала тебе стекло и ты все видел погода ухудшается и стекло нужно чтобы было чистое чтобы было хорошей видимости и обзор дворник щеткой у тебя высохла и стало плохо вытирать стекло есть решение этого вопроса вот эта щетка стоит 20 долларов это хороший металлический каркас оригинальный есть конечно дешевле но дешевле значит не есть хорошее качество чтобы не тратить 20 долларов на новую щетку сейчас покажу как сделать за 1 доллар хорошую щетку ребята алиэкспресс китайцы в помощь или тему два сайта на которых можно нормально купить щетки вот эти две щетки стоят 2 доллара то есть каждая щетка стоит по баксу длина та которая нужна даже с запасом длинные щетки есть всякие разные длинны заказывайте себе ту длину которая вам необходимо его щеточки щетки толстые вот как раз по размеру вашего каркаса и тут такие интересные надписи странные китайцы пишут вот можете читать по-русски написано и по не не знаю по моему по украински тут написано и по-английски но по-русски написано так резинки трафит на в ли то есть вот так короче и дальше написано резинки трафик не трафик не ну и вот тут здесь по-английски вот так написано короче главное что германия все дела типа покрыты графитом но вообще по опыту скажу вам что эти резинки прослужат также нежели если покупать щетку всю в сборе ребята давайте посмотрим вот стекло и как будет вытирать старая щетка и как будет вытирать новая щетка запомнить момент с водительской стороны помутней а с пассажирской стороны чуть-чуть получше щетка трет сделаем за 1 доллар хорошую щетку распотрошим сейчас эту щетку здесь металлические вот такой вот каркас вытаскиваем вот такие вот металлические прутки из каркаса самой щетки и после этого резинка хорошо сама вылезет запомните только направление когда будете ставить четко потому что здесь есть видите вот такой вот стопорный стопорные места на резинки как на это резинки таки на том комплекте который куплен был за 2 доллара все вытаскиваете резинку старую сухую высохшую которая уже износилась не чаще всего вот тут вот это вот резиночка юбочка стирается царапается либо высыхает так как сейчас резины нету а пластмассовый какой-то силикон поэтому этих резинок надолго не хватает и вот она новая резинка она длиньше чем то была родная вот но это не беда я ее даже подрезать не буду видите насколько она длиньше вот этот кусочек этот кусочек вниз будет смотреть вниз лобового стекла и так что этот излишек не будет от крышу доставать просто и направлю вниз в сторону низа стекла ну и можно теперь заправить резинку вот здесь вот этот паз есть направление так скажем для вот этих вот поводков и и заводим резинку в эти поводки как раз это все дело пошло тут есть этот такой какой то есть ограничитель стопор не знаю для чего но он тут стоит наверное чтобы просто резинки металлические эти прутки не выпали из резинки ничего сложного нету просто попадаем вот сюда в поводки заводим и все и дело пошло и дело как говорится пошло как по маслу так раз все видите свободненько заходит только изначально при покупке резинок смотрите учитывайте ширину и длину резинки ширина посадочное место вот в эти поводке есть широкие поводки есть узкие 6 миллиметров есть 8 миллиметров есть 10 миллиметров шириной а есть 4 миллиметра длины так что учитывайте этот не момент и все будет у вас все будет пучком так и раз смотрите заводим 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 она идет 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 заправляем заправляем все отлично а здесь это место имеет такой вот такой стопор надо вот он тоже здесь он установлен вот здесь в резинке вот есть такая выемка которая вот сюда вот тянет час и застопорит что то есть на резинке какой-то малый ленький на лед графит видите пальцы покрасились но мне кажется это не о чем он быстренько смоется даже все вот в эти вот резиновые вот места пазы поводки сели и резиночка застопорилась никуда не выйдет резинка ходит мягенько видите вот скользят поводки по резинке не блокируется это и хорошо значит резинка будет хорошо прилегать к лобовому стеклу ну вот и отлично вот и хорошо ну а вот этот кусок я даже отрезать не буду пусть будет так он будет вытирать нижнюю кромку хотя можно и отрезать при желании посмотрим как будет работать если этот кусок не будет работать не будет выполнять свою функцию по чистке значит его отрежу вот так а если будет справляться то есть загибаться не будет и выпадать не будет то оставлю и так пусть трет нижнюю кромку стекла она все равно вот это вот на этой длине резинки нижняя кромка лобового стекла просто была всегда не очищенная грязная ну и да и вот эти вот штуки две которые были фиксирующие как раз таки сюда и надену на этот кончик ты зафиксирую будет держать дополнительно металлические вот эти прутки не будут выскакивать из резинки дополнительным будет фиксировать ну и отлично пригодились и всего вот тебе резинка за 1 доллар проверим как работает резинка за 1 доллар ну вот так вот ну чистенько трет теперь это похоже с разводами а это идеально чисто стекло но новое есть новое вот вам и эффект за 1 доллар при этом каркас оригинальной щетки остался не потратили 20 долларов и все прекрасно работает такой интересный лайфхак я думаю что вам эта информация пригодится так что ставьте свои лайки подписка на канал и не ломайтесь если сломаетесь чинитесь грамотно всем удачи